Звучит музыка Доброе утро, дорогие архангелогородцы, дорогие телезрители и все пользователи сети интернет. Телеканал ПС начинает трансляцию праздничного богослужения в праздник Вознесения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Главное богослужение в праздник Вознесения в нашем регионе сегодня возглавят митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Богослужение Владыка совершает в храме Успения Пресвятой Богородицы города Архангельска. Вместе с вами за ходом богослужения буду следить я, священник Валерий Суворов, настоятель Воскресенского храма города Северодвинска. Сегодня буквально точно сороковой день по празднованию Пасхи Христовой, от первого дня пасхального приветствия, Церковь отмечает Вознесение Господне. Во всех православных храмах, церквах сегодня звучат поздравления с этим замечательным праздником. За время нашей трансляции, за время богослужения мы с вами коснемся евангельских, исторических свидетельств, описаний, оснований этого празднования. Коснемся богословия праздника. Я попытаюсь кратко рассказать вам об основных этапах исторического освящения этого события. Но самое главное, что хотелось бы нам сегодня вместе с вами сделать, это стать участниками общей православной христианской молитвы. Именно в эти минуты сейчас, на всем протяжении Русской Церкви, на всех географических широтах, верующие люди прославляют Господа, вознесшегося на небеса. Вознесение Господне – это величайший праздник. Он относится к числу 12 самых главных праздников Русской Православной Церкви. То есть тех праздников, которыми в церковном календаре называют двунадесятыми. Событие Вознесения описано в Евангелиях, в частности, в Евангелии от Луки в 24 главе, а также в книге «Деяния святых апостолов». Книга «Деяния святых апостолов» и буквально начинается в первой главе, повествуется об этом событии. Краткое изложение этого события приводится также и в конце Евангелия от Марка. Согласно этим повествованиям, после своего воскресения из мертвых, Господь Иисус Христос неоднократно, многократно являлся своим ученикам. В своих явлениях Он удостоверял их в истинности своего телесного воскресения. Господь укреплял в них веру и готовил к принятию обещанного дара Святого Духа. Наконец, повелев ученикам Своим не уходить из Иерусалима, Господь сказал ожидать сошествия Святого Духа, которого Господь Иисус Христос обещал послать Своим ученикам от Отца. И вот после этих слов Господь вывел учеников из города в Вифанию на гору Елеон и, подняв свои руки, подал им благословение, а затем стал отдаляться от них и возноситься, подниматься на небо. В «Деяниях святых апостолов» описано, что, начав возноситься, Христос был сокрыт облаком. И тогда явились два мужа в белой одежде, которые возвестили его второе пришествие. Ученики же поклонились ему и с радостью вернулись в Иерусалим, где уже через несколько дней, а именно через десять дней, на них сошел Святой Дух. Так повествует Евангелие от Луки, четвертая глава, и книга «Деяния святых апостолов» первая и вторая главы. Сейчас мы видим, что в храме Успения Пресвятой Богородицы города Архангельска начинается праздничное богослужение в праздник Вознесения Господня. Матрополит Архангельский Холмогорский Даниил с Амвона, с центральной возвышенной части храма перед Эконостасом благословляет собравшихся и переходит на кафедру, главное место, которое положено для совершения молитвы архипастриум. Это возвышение говорит о том, что архиерей, возглавляющий богослужение, подает всем собравшимся в храме образ молитвы и является свидетелем общей молитвы Церкви. Мы видим, что владыки сослужат духовенство города Архангельска и Северодвинска, которое также собралось в храм для общей молитвы. Наверное, вы обратили внимание, что цвет облачений духовенства поменялся. В пасхальные дни он был торжественно празднично красным, вышитый золотом. Ныне же мы видим белые облачения. Конечно, исторически они и образно не могут нам напоминать то светлое белое облако, которое осеняло Христа по его вознесению. Но в своем изначальном смысле белое облачение символизирует свет Господень, чистоту Божию, неизреченные сияния славы Божьей, благоухание, мир и радость. То есть тот свет белого снега, помните, который сравнили апостолы Христовы, видя Христа, преобразившегося пред ним. Поэтому часто господские, то есть посвященные Господу Иисусу Христу праздники, связаны с применением богослужения именно светлого или белого облачения. Облачение имеет еще важные символы. Оно напоминает о связи Церкви Новозаветной и Ветхозаветной. Мы помним установление иметь с первосвященником облачения, которые были даны Господом еще в Ветхом Завете, священником Ветхозаветным. И сейчас мы видим, что священники, как бы восстанавливая, выстраивая эту древнюю связь с первым храмом Иерусалимским, имеют в употреблении богослужебное облачение. Мы видим, что митрополит Данил одел на себя и Петрахиль. Сейчас одеваются поручи, нарукавники, которые говорят о том, что священник, совершающий богослужения, совершает их во славу Божию, словно рукою Божией. И молитва, которая читается на каждое облачение, также подтверждает это. Пояс, как символ крепости, духовной собранности, смиренно, мудрее, незыблемости и твердого стояния в истине, также облачает священнослужитель. Символ меча Божия, Слово Божие, палец, одевается сейчас на правое бедро архиереи. Еще один предмет облачения называется саккос. Он пришел от древних византийских облачений, но также имел и духовный глубокий смысл. Архипастыри и пастыри, облачавшиеся в саккос, свидетельствовали о том хитоне, который носил Господь, словно обликая на себя служение Церкви, как Христос служил Церкви. Мы видим, что во время облачения владыки сослужат диаконы, которые читают молитвы на облачение, совершая кождение, принося благовонную смолу и благоухание Господу. Сослужат на облачении и подиаконы, которые держат облачение, митру, крест и Евангелие. Это служение напоминает служение Христу ангелов. Широкая лента, которым сейчас облачается владыка, называется Большой или Великий Амафор. Из древней это облачение было всегда из белой шерсти выполнялось, потому что символизировало слова Христа, сказанные о себе самом, что он пастырь добрый, который полагает душу свою за овцы. И сравнил Господь себя с пастырем, который идет и ищет потерявшуюся овцу, и когда найдет потерявшуюся овцу, полагает ее на свои плечи и несет к стаду, чтобы спасти и не погубить никого. И, наконец, символ победоносного венца Христова, головной убор митра, который облачает сейчас владыка, завершает архиерейское облачение. Звучат возгласы о том, чтобы свет Господь, просвещающий сердце верующего человека, коснулся каждого из нас так, да просветится свет Твой пред всеми людьми, чтобы они, видя добрые Твои дела, прославили Отца нашего, Который на небесах. Песня. 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 Спасибо. 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 Началось совершение божественной литургии. По церковному уставу сегодня в праздник Вознесения Господня во всех храмах служится литургия святого Иоанна Златоуста. Божественная Литургия начинается торжественным возгласом, прославляющим Небесное Царство, к которому все мы призваны. И далее следует мирная или великая иктинья. Все верующие устами диакона или протодиакона, возглашающего ее, молятся Господу о даровании мира, благословения, благоденствия, прощения грехов и спасения вечности. Мы видим, как заканчивается мирная иктинья, и подиаконы выходят на омолен с омовением, особый сосуд с водой, который будет поднесен владыке для омовения рук. Этот обряд совершается всеми священнослужителями в символ того, что к совершению Божественной Литургии нужно подходить с чистым сердцем. Первая пара священнослужителей заходит в алтарь. Вознесение Господне является величайшей тайной, тайной спасения человеческой души. И, безусловно, проникновение к этой тайне намного выше, чем просто чувственный опыт человеческий и не ограничивается только событием историческим. Сегодня, празднуем Вознесение, мы празднуем еще нечто очень важное и необходимое для понимания. Надо сказать, что в Новом Завете, то есть в Священном Писании, в Евангелии, в посланиях апостольских и книге деяний апостольских, имеется целый ряд указаний на то, что в событии Вознесения совершается прославление Иисуса Христа или его превознесенное положение на небесах, то есть одесную Бога, по правую сторону Бога. Так образно Священное Писание характеризует сегодняшнее событие. Событие Вознесения, безусловно, связано с его воскресением. Вознесение является вхождением во славу, так говорится в Евангелии от Луки, в книге деяний апостолов, в послании к Ефесинам, по филиппийцам и в многих других местах Нового Завета. Вознесение также говорится как сидение одесную Бога, то есть по правую руку Господа. Это очень условное именование, но говорит о том, что Сын Божий, Господь Иисус Христос, возневшись на небеса, входит в славу Бога Отца, является единство Божественное, единство Троицы. Очень часто указания на прославление Господа имеют прямые цитаты из Ветхого Завета или некие аллюзии на Ветхозаветные прообразы. Так даже сам Спаситель еще до своих крестных страданий толковал 109-й Псалом и говорил о своем сидении одесную Бога. В книге Откровений совосседание Христа и Бога Отца представлено как некий результат его победы, победы над смертью. А в послании к евреям вознесение и вхождение в небесное святилище и сидение одесную Бога входит в первосвященническое ослужение Христа. Вот такие глубокие смыслы. Но мы чуть позже еще коснемся некоторых богословских моментов. Божественная Литургия продолжается и звучат особые праздничные антифоны, стихи, которые состоят из запевов и кратких выдержек из псалмов. Например, второй антифон. «Велий Господь и хвален зело, в ограде Бога нашего, в горе святей его». На русский язык это можно перевести так. «Велик Господь и достохвален весьма, в ограде Бога нашего, на святой горе его». И хор к этому стиху продолжает. «Спаси нас, Сыне Божий, вознесшийся во славе, поющих тебе Аллилуйя». «Горы Сиона, склоны северные, град Царя Великого» Это из Псалма 47 стих. И также повторяет хор. «Спаси нас, Сыне Божий». Надо сказать, что накануне праздника Вознесения, вечером во всех храмах совершалось всеночное бдение. Вот как говорит о празднике одной из песнопений. Первая стихира на Господе Возвах, для тех, кто знаком с богослужением, она так описывает сегодняшнее событие. «Господь вознесся на небеса, чтобы послать утешителя миру. Небеса приготовили престол ему, облака восхождения его. Ангелы удивляются, видя человека выше себя. Отец ожидает того, кого от века имеет в своих недрах. Дух Святой повелевает всем ангелам его. Поднимите, князья, врата ваши, все народы рукоплещите, ибо взошел Христос туда, где был прежде». Вот такой замечательный текст является дословным переводом с греческого языка. И даже в переводе на русский язык мы чувствуем удивительную поэтику. замечательный внутренний смысл и торжество, передаваемый содержанием стихии. В центре храма находится икона Вознесения Господня. Давайте дальше помолимся за Божественную Литургию. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Духовенство. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Мы даже говорим, что человек, присутствующий на богослужении, даже еще не воцерковленный, даже еще только задающийся многими вопросами, он уже включается в эту многовековую традицию Церкви, традицию веры, традицию исповедания ее, традицию любви во Христе. Церковь включается, возобновляется, воссоединяется с Церковью, а как мы знаем, Церковь есть тело самого Христа, духовное, незримое, а каждый из нас – клеточки этого тела. Мы видим, что сейчас совершается кождение, митрополит Даниил, акадит всех присутствующих в храме, желаем благословения и помощи Божией, воссоединения, в молитве со Христом и друг с другом, а хор отвечает Владыке на это пожелание пением многолетия, пение на греческом языке «Испола эти деспота» на многое лето, Владыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы слышим, как поется тропарь праздника. Тропарь – то есть главное песнопение, излагающее смысл праздника. Но сегодня праздник Вознесения, который всегда совершается в четверг, совпал с празднованием Дня памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, ближайшего ученика Христа. И поэтому тропарь в честь этого святого только что был пропет в храме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы слышим, как звучит тресвятое пение «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Этот же гимн повторяют священники в алтаре над Евангелием. Владыка творит крест Дикирием и исходит центральную часть храма с крестом для того, чтобы благословить собравшийся на молитву народ. Опять же мы слышим тресвятое пение, которое напоминает нам о том, чтобы и мы, как херувимы, как ангелы небесные, предстояли на общей молитве Богу. Субтитры создавал DimaTorzok При пении Тресвятого митрополит Даниил взошел на горнее место, возвышенное место в глубине алтаря, прямо под иконой Спасителя. Это горнее место обычно стадевается установленным троном, особым седалищем. Владыка благословляет собравшихся священнослужителей Трикирием и Дикирием. И этот чин, этот обряд свидетельствует о явлении миру Троицы. Не случайно в этот же самый момент протодиакон, то есть старший диакон, читает тропарь из богослужения праздника Богоявления Господня. Троица явления воярда небысть. Самое пребложественное слово «Отец возгласи». И вспоминается и Дух Святый, и Господь Иисус Христос, поскольку в этот момент мир впервые была явлена сама Троица. В праздник Вознесения Господня Господь также являет славу Божию. Но эта слава Божия является глубоко сокровенно и преподается сначала ученикам, которые в течение всего своего служения Церкви раскрывают эту величайшую тайну любви Бога к человеку. Ведь Господь, являя Себя, являя Троицу, возносясь телесно, возносясь на небо, не отходит от Своей Церкви, не отходит от Своего смотрения на Церковь, но наоборот соединяет Церковь с небесными Своими чертогами, являясь человеком, который первенцем из умерших, который воскрес и восходит к престолу Божества, вознося, обожая, возвеличивая саму человеческую плоть, освящая ее. А в храме звучит прокимин, и сейчас начнется чтение деяний святых апостолов. А затем мы услышим чтение Святого Евангелия. Субтитры создавал DimaTorzok Песня. 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 ПЕСНЯ 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 Закончилось чтение Священного Писания Евангелия и апостола. В Евангелии мы читали отрывок из Евангелиста Луки и слышали о том, как Господь вознесся пред Своими учениками в Вифании, подняв свои руки, благословил учеников своих. И как Евангелист Лука пишет, когда благословлял их, стал отделяться от них, возноситься на небо, и они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Более подробно мы прочитаем о событии Вознесения в книге «Деяния святых апостолов» в первой главе. Мы читаем о том, как ученики видели двух мужей, двух ангелов, которые, обращая на то, что апостолы стояли и смотрели в небо, как Господь возносится в облаке, сказал им, «Мужей галилейский, что вы смотрите на восходящего Христа? Этот же Иисус еще раз придет во славе, и все святые ангелы с ним». Ангелы говорили о втором пришествии, которым неизменно состоится, неизменно в человеческой истории состоится второе пришествие Христа таким же образом, только уже во славе ангелов, во славе пред всем миром. Песня «Деяния святых апостолов» Песня «Деяния святых апостолов» Песня «Деянии святых апостолов» Песня «Деяния святых апостолов» Продолжается совершение божественной литургии. Сейчас прозвучала особая эктинья просительная. Сейчас все призываются к молитве о мире на Украине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этот же самый текст читается во всех храмах Русской Православной Церкви ежедневно. Ну а я приглашаю вас обратить внимание еще раз на события праздника Вознесения Господня, которые сегодня Церковь отмечает. Во всех храмах сейчас идут божественные литургии и службы, в которых мы прославляем Господа, вознесшегося на небеса по Своем воскресении. В течение 40 дней многократно Господь являлся Своим ученикам, свидетельствуя о воскресении, укрепляя, наставляя их. И Он на 40-й день пред Своими учениками, в присутствии Своих учеников, на Елеонской горе Русалима вознесся, поднялся на небо со Своей причистой плотью. Это событие очень важно, уникально и догматически очень целостно и многозначительно. Об этом событии говорили издревле, издавна. Богословие этого праздника формировалось буквально в самом начале. Уже в первом-втором веках мы уже встречаем воспоминания о Вознесении Господне в различных литургических и богословских текстах, в символах веры. Например, таких, как некий Константинопольский символ веры, который мы поем, и многих других. Важность этого события подчеркивается и в большинстве древних евхаристических литургических молитв, или анафор. Что же является важным богословским содержанием события? Главным следствием Вознесения стало то, что с этого момента человеческая природа, само человеческое естество получило полное участие в божественной жизни. Человеческая природа получила полнейшее участие в возможности вечной радости, вечного блаженства с самим Христом. Ведение первомучеником Стефаном Христа, стоящего одесной Бога, как Сына Человеческого, говорит о том, что человеческая природа, человеческая сущность Христа не растворилась и не была поглощена божественной. Помните, мы говорили о том, что во Христе соединилась и человеческая, и божественная природа удивительным таинственным образом. Но ни одна, ни другая природа не была ни поглощена, ни изменена. «Приняв на Себя человеческую плоть, человеческое тело, Господь Иисус Христос не избежал смерти, но победил ее и сделал человеческую природу равночестной и сопрестольной божеству». То есть достойное почитание, достойной святости, возможности находиться в вечном, в постоянном общении с Богом. Господь Иисус Христос будет пребывать Богочеловеком всегда и во веки. И во второй раз, когда придет на землю таким же образом, как взошел на небо, как говорили ангелы, но уже силой и славой великой. Вознесение Господне имеет особое значение и как образ обожения каждого верующего во Христа. Как отмечал святитель Григорий Палама, Вознесение Господне принадлежит всем людям, потому что все воскреснут в день Его Второго пришествия. Однако вознесены, то есть восхищены на облаках, будут только те, кто распяли грех через покаяние и жительство по Евангелии. В Успенском храме зазвучала херувимская песня. Владыка перед совершением этой особой сосредоточной молитвы умыл руки, одевает малый амафор. Давайте и мы с вами станем участниками этой общей молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ Сейчас мы видим, как все молящиеся в храме и духовенство готовятся к совершению Великого Входа. Священники подходят к престолу с передней части, крестятся, целуют главную святыню на престоле находящейся, плат, с изображением положенного Христа во гробе, затем кланяются верующим. В это же самое время митрополит Даниил стоит у жертвенника в алтаре и поминает живых и усопших. Священники готовятся к совершению Великого Входа, подходят к владыке сейчас и произносят свои имена и имена духовных чад, для того, чтобы и владыка помянул их пред лицом Божиим. ПОМИНОВЕНИЕ Поминовение осуществляется таким способом. Архиерей берет хлеб, просфорум, состоящий из двух частей, и копием, особым острым, похожим на копье ножом, вынимает крошечку из этого хлеба. Затем все эти крошечки, все вынутые частицы полагаются на дискос, на особое блюдо, на котором уже за время проскомидии, то есть первой части литургии, сокрытой от глаз верующих людей, был приготовлен хлеб, который будет за божественной литургией прилагаться в тело Христово. В чаши же, которые находятся на жертвеннике, в чашах, налита вино с водой, символ того, что во время распятия Христа из его ран и стекла кровь и вода, как говорили свидетели. И это вино с водой за время божественной литургии будет прилагаться в истинную кровь Христово. Молитва совершается вместе с каждением. Мы видим, как кадильный дым Ладана возносится над жертвенником из рук диакона. На плече у диакона, держащего кадила, положен воздух, плат который покрывает сосуды. Надо сказать, что великий вход, который сейчас будет совершен, напоминает торжественное шествие Христа в Иерусалим. Помните то торжественное шествие, когда Христу кричали «Асанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне», встречали его с пальмовыми ветвями. А Христос входил в Иерусалим, понимая, осознавая, что идет добровольно приносить самого себя в жертву за каждого из нас. Приносить себя в жертву за каждый грех всего человечества и каждого человека. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok «Бог всех вас во Царстве Своем». Далее мы видим, как на Святой Престол перенесены были чаши и дискос, словно тело Христова положено оно было во гроб. Об этом символическом действие напоминают тропари, которые сейчас читаются в алтаре архипастры и священники молятся. «Во гробе плотски, то есть во гробе плоти, в аде же с душой, как Бог, в раю с разбойником и на престоле был Христе, Христос со Отцем и Духом, вся исполняя неописанной. То есть Господь, будучи Богом, всепроницающим, всезнающим, всеведущим, везде пребывающим одновременно, пребывал и с разбойником в раю, и на кресте, и на престоле Божества. Эта величайшая богословская тайна раскрывается в Церкви, в полном благодатном общении, раскрывается в чтении Священного Писания и в приобщении традиции, правильное его толкование к тому, чему учат нас отцы Церкви». Напомню, что сейчас Божественная Литургия совершается во всех храмах Русской Православной Церкви и у нас в Архангельской области, в Архангельской митрополии. Главное богослужение в Успенском храме города Архангельска совершает митрополит Даниил. Мы молимся, вспоминая события Вознесения Господа Иисуса Христа. Да. Надо сказать, что сам праздник Вознесения стал отмечаться в отдельный день только с 4 века, с конца 4 века. До этого момента праздник Вознесения отмечался и вспоминался вместе с праздником Святой Троицы. Вы помните, что через 10 дней, воскресный день, 31 мая, будет праздник Троицы. Вот как раз в древности эти два праздника не разделялись. Но при этом Пятидесятница всегда понималась как особый период церковного года, следующий после этого праздника события. И поднимался и праздновался не только день Пятидесятницы, но и вообще весь период. То есть начало деятельности жизни, служения всей Церкви. Интересно, что несмотря на то, что уже сторонними императрицы Елены на горе Елен была построена церковь, в Сирии, Палестине до конца 4 века Вознесения Господня и Сошествие Святого Духа, вероятно, и праздновалось вместе на 50-й день после Пасхи. Одно из последних, видимо, об этой практике пишет паломница Герия, западная паломница, сообщая, что в вечер Пятидесятницы все христиане Иерусалима собираются на горе Елен, в том месте, с которого Господь вознесся на небо. Что же касается первой западной традиции, первые сведения о праздновании Вознесения Господня встречаются в проповедях епископа Аквилейского Хиромантия в 4-м, начале 5-м веках, в книге о различных ересях епископа Филастрия. И там, среди великих господских праздников, названы Рождество, Богоявление, Пасха и День Вознесения, в который он вошел на небо около Пятидесятницы. То есть мы видим, что традиция отмечать этого праздника очень древняя и объемлет всю полноту Церковь, весь христианский мир. Более того, о празднике Пасхи, извините, о празднике Вознесения мы знаем из многочисленных слов и проповедей, наставлений святых отцов. Например, они были написаны священноучеником Мефодием, святителем Афанасием Александрийским, Григорием Низким, Епифанием Кипрским, Иоанном Златоустом, Проклом Константопольским, Кириллом Александрийским, Сафронием Иерусалимским, святителем Григорием Паламой и многими-многими другими древними церковными авторами-писателями. Поэтому, безусловно, осознавая, осмысляя праздник Вознесения Господня, человек, который хочет изучить жизнь Церкви, ее духовное содержание, наполнение, непременно должен коснуться и святых отцов. Мы видим, что в Успенском храме сейчас совершается пение символа веры, молитвы, в которой изложены основные догматы православия. ПЕСНЯ 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 Начинается важнейшая часть литургии, евхаристический канун, за молитвами которой совершается приложение хлеба и вина в истинные тела и кровь Христову. ПЕСНЯ 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 Слава Богу! 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 Переводится Господи, помилуй. Восставленник подошел от престола. И сейчас состоится его облачение, одевание на него священческих диаконских рис. Для диакона это орарь, поручи и репида. Но перед этим звучит особое приветствие «аксиос», то есть греческое слово «достоин». Народ отвечает «достоин», 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 словно спрашивая позволения церкви, Митрополит совершает это облачение. Возносится орарь, являющийся символом ангелского крыла и молитвы, которую возвышает диакон за всю церковь. Затем поручи. Ставленник целует поручи, и диаконы помогают ему их одеть. Вручается служебник для того, чтобы чин, по которому служил диакон, соотносился с древними чинами канонами Святой Церкви. Затем ставленнику преподается репида. Это изготовлено из металла изображение херувима. Некогда на Востоке она изготавливалась из пальмовых ветвей или перьев и напоминала опахала. И роль его была именно таковым для того, чтобы помогать служению литургии, для того, чтобы никакой насекомое не могло попасть в чашу. Но сейчас это, как и тогда, и сейчас является символом особого веяния благодати Божией от святых даров тела и крови Христа. И мы видим, как ставленника учат благоговейно осенять тело и кровь Христа крестообразно над престолом. Вот так совершается таинство священства, таинство рукоположения Бога диакона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Напомню, что сейчас мы с вами являемся свидетелями прямой трансляции богослужения из Успенского храма города Архангельска. Служба посвящена празднику Вознесения Господа Иисуса Христа, Вознесению Христа на небо. Размышляя о тех давних евангельских событиях, наверное, можно подумать и задуматься о том, а что ощущали ученики Христовы и апостолы, когда видели Христа, отходящего, возносящегося от них на небо. Ведь это для них мог быть и моментом разлуки, это было именно так. Как можно понять, пережить эти ощущения, эти чувства? Что они видели и понимали? И насколько важен был этот момент? Не стоит ли в этот праздник более оскорбеть, нежели радоваться? И в чем этот глубинный смысл? Интересно очень об этом размышляет один известный проповедник, митрополит Антоний Сурожский. Я позволю привести вам несколько слов из его проповеди в день Вознесения Господня. Вот он говорил о празднике Вознесения такими словами. Радость, радость нам оставил Господь. Радость Он нам завещал. И сегодня мы празднуем праздник торжественной радости. Радости разлучения. И радуемся мы сегодня также встрече на земле. Господь нам дал сегодня встретиться. Встретиться не значит просто оказаться где-то, в одном и том же месте, лицом к лицу. Радоваться встрече можно только тогда, когда встретишь и посмотришь другому в глаза и в душу, когда уйдешь взором души в глубины человека. Тогда встреча совершилась. Иначе мы только столкнулись и прошли мимо. А в храме, когда мы молимся, когда мы сердцем устремлены вместе к одной цели, с тем же чувством, как легко встретиться. Но есть радость и в разлуке. Вспомните слова Спасителя на тайной вечере. Говоря о том, что ему надлежит умереть и воскреснуть и уйти от своих учеников, он увидел, что они стали скорбны. И сказал им, если бы вы меня действительно любили, вы радовались бы, что я иду к Отцу. И вот сегодня мы вспоминаем этот день, когда, совершив трудом, подвигом, кровью дело нашего спасения, Господь почил от трудов Своих Великую Субботу, воскрес в славный день Воскресения, а теперь возвращается во славу Отчую, в ту славу, которую Он имел от начала мира, и прежде чем появился мир. А нам Он все же оставляет радость. И радость не только о том, что Он теперь в славе, которая Ему принадлежит, что нет больше перед Ним крестного пути, нет скорби земной, а есть вечная прославленность. Не только об этом радость нам дана. А радость нам дана в том, что теперь в совокупности всего случившегося мы понимаем путь спасения. Мы видим, что для Бога, что для Бога значит наша земля. Как она Ему дорога, и какие непостижимые в ней возможности. Мы редко задумываемся над тем, что значит для творения, для той самой земли, на которой мы живем, для всего того, что окружает нас, и для людей, которые нас окружают, воплощение Господне. Бог стал человеком. Теперь среди человеческих имен имя вечного Бога. Разве это не удивимо? Разве мы не удивляемся, не лекуем, когда в нашем роде и в нашей семье можем прочесть имя достойной любви, почитания, благоговения? И вот в нашей человеческой семье одно имя вписано. Имя Бога, который так возлюбил нас, что Он породнился с нами, стал одним из нас, и не на время, а навсегда, на веки вечные. Потому что воскресший Господь воскрес плотью человеческой, и возносящийся Господь вознесся человеческой плотью Своей. И не только мы можем радоваться об этом, но радуется вся тварь, все творение. Ведь подумайте о том, что представляет собой просто человеческое тело. В нем сосредоточено, можно сказать, все то, из чего состоит Вселенная. Все материалы, не только земли, но и неба, мы находим в этом человеческом теле. И вот со всем этим соединился Господь. В Его теле соединилось с Божеством неразлучно и навсегда все, что видимо и невидимо. Разве этого недостаточно для того, чтобы ликовать? Мы можем думать с радостью, что Господь Бог не только нашу человеческую судьбу взял на Себя, не только так породнился с нами, что Он один из нас, человек среди нас, но что все творение, все породнилось через воплощение с живым Богом. Наша земля, на которой мы живем, уже не та земля, которой она была до воплощения. Земля, которая как бы лицом к лицу стояла перед Богом в грехе, в трепете, в борении, в вере, в искании Господа. Нет, теперешняя земля, та, которую Господь таинственно себе соединил, она пронизана Его присутствием, она призвана вся без остатка стать как бы богоприимной. Так же, как богоприименными делаются хлеб и вино, которые на литургии освящаются Духом Святым и делаются телом и кровью Христа. Так, так же, как воплотился Господь. А разве это не радость? А дальше? Христос жил, Христос учил, Он на Себе понес все ограничения земли. Он на Себя принял всю человеческую ненависть, которую Он был отвергнут. И за что? За то, что Он разочаровал людей. Люди надеялись, что Он придет водворить временное царство, победу Своего народа над другими народами. А Господь не для этого пришел. Он пришел для того, чтобы собственный Свой народ призвать вместе с Ним и подобно Ему быть готовыми жить и умирать ради других. Они надеялись на победу, а им было сказано, Я вас посылаю, как овец среди волпов. Идите, проповедуйте Слово Господне, благую весть любви Господней всей твари. Как Меня послал Отец, так и Я вас посылаю, говорил Господь. Это страшно. Так любить страшно нам. Разочаровались люди. Они хотели землю. Господь предложил небо на земле и крест. Он нас призвал любить притом так, как никто на земле любить не может. Любить, как Он любит, Его любовью. Любить, не ища взаимности. Любить, не ища награды. Любить не для себя, а для другого. Ведь часто мы любим друг друга и держим друг друга в плену нашей любви. Как часто людям хочется освободиться от гнетущей любви, которой мы их порабощаем. Нет, этой любви Господь нам не оставил. Он нам сказал, чтобы мы любили, как Отец Небесный любит. И злых, и добрых. Одинаково. Не одинаково, но равно. Не одинаково, потому что на одних радуешься, а о других разрывается сердце. Но любишь-то так же. Ликуешь, потому что один добрый, светел, и плачешь, потому что другой не таков. Но любишь равно. И эта любовь должна идти очень и очень далеко. Господь нам дал пример. Он сам это говорит. Чтобы мы Ему последовали. Так любить, чтобы жизнь отдать и смерть подарить людям. Потому что кто захочет тому, кто захочет их взять. Но вместе с этим отдав, не поколебаться в любви. Вот почему столь многие отвергают Господа и не могут Его принять. Потому что так любить значит согласиться на смерть. Всякий, кто любит, в какой-то мере умирает. Кто любит, уже не живет для себя, а для дорогого, любимого, родного. Тот, кто любит, совершенно себя забывает до конца и живет только в том, кого любит, и для того, кого любит. Такой любви и тогда испугались, и теперь боятся. Страшно. А вместе с тем это одна из дивных радостей, которую нам оставил Господь. Уверенность в том, что мы можем так любить, что человек настолько велик, что он даже на это способен. И еще радость о том, что Господь, вот сегодня мы вспоминаем это событие, вознесся на небо. С одной стороны, казалось бы, горе, разлука. Нет, не горе, не разлука, а что-то другое. Вознесся Господь плотью своей, вошел в славу отчую, села деснуя Бога и Отца. И теперь мы с ужасом и удивлением, как говорит святой Иоанн Златоуст, смотрим и видим, что в сердцевине, в самых глубинах тайны Святой Троицы человек. Человек, Иисус Христос, да, Сын Божий, но и нам, родной, человек. Человечество наше теперь покоится в недрах Господних. Разве не можем мы об этом доковать? А на земле? Господь нам обещал на земле не оставить нас сиротами, послать Духа Святого в сердца наши. Кто этот Святой Дух? Что Он нам принесет, приносит, уже принес и дал? Это Дух Сыновства. Через Него мы приобщаемся к Духу Христову. Кто открывает Ему свое сердце, тот приобщается всему, чем жил Христос. Этой вере беспредела, этой надежде всепобеждающей, этой дивной и ничем не колебимой любви. Дух этот делает нас вместе со Христом детьми Божьими, дает нам возможность говорить Небесному Отцу Богу нашему Отец, не называть Его больше Вседержитель, а родным Словом Его называть Отец. И так к Нему относиться, как обращаться, так обращаться с Ним. Этот же Дух учит нас, что всякий человек нам брат, родной, для которого мы должны быть готовы. Нет, должно плохое слово, оно означает долг, а мы говорим о радости, для которого мы поистине готовы дать свою жизнь, чтобы только Он жил, чтобы и у Него возликовала душа, чтобы и Он вошел в Господню светлую вечность. Праздник разлуки. Какая разлука? Восходит Господь на небо и с собой в тайну Божественной жизни вносит всю тайну человека. Вот мера нашего призвания. Вот что человек представляет собой. Но тогда понятно, почему апостолы могли выйти на проповедь, радуясь или кое, не боясь ни гонений, ни преследований, ни мук, ни смерти, ни изгнаний, ничего. Радостью они шли, потому что все у них было уже, было небо на земле, была вечность в них самих, и они были в вечности. Вот куда нам надо врастать верой, устремленностью. Мы может быть с ними вместе, а на деле нам надо вырасти в их меру, стать такими, какие они на самом деле были, любящими всем сердцем, всем умом, находчивым, трезвым, творческим умом, всей волей, закаленной, крепкой, самозабвенной волей, всей жизни нашей. А если нужной всей смертью, и не только по любви к Богу, но и по любви к ближнему, ко всякому человеку. Ближний тот, кто в нас нуждается. И сейчас мы видим, что закончилось причащение духовенства во время службы в Успенском храме, и сейчас выходит на Алвон, центральную часть антрополитов вместе с Диаконом, и сейчас совершится Таинство Святого Пречащения Мириады. Причастники повторяйте за мною молитвы к Святому Пречащению. Веру Господи исповедую, якутри сива истинно престол Сыну выживава, реши дай в мир грешное спасти один же веру Ясмас. Ищи веру Ему сей самое причистое тело и сей самое честное молитвы тебе помидумя и прости ты пренешение Моя больная и невольная я же словом я же делом я же ведением и неведением и сподобимя неосужденно причаститесь а причистить Твоих таяц во оставлении и Богу в жизни вечную аминь вечеря Твоя дальняя вечеря причастникам и небо врагов твоих тайн поверь не лапзан и дам и поюта но и разбой не исповедуете а поменимя Господи во Царствие Твоем донесут ли вас суждение и чищение причистое твоих тайн сейчас мы видим как дети и взрослые люди прихожане подходят к святой чаше митрополитонир причащает дает на ложечке на лжице и тело и кровь Христову специально приготовленные за время причащения духовенства то есть в алтаре приготовленные для причащения мирян святой Агнец был раздроблен раздроблен то есть порезан на необходимое количество частиц для того чтобы все желающие причастицы могли исподобиться этого таинства хотел бы напомнить что таинство святого причащения требует подготовки внутренней духовной подготовки раскаяния очищения своей совести на таинстве исповеди соблюдение посильного поста по благословению священника чтение молитв изменение своего образа жизни для того чтобы подходить подойти к чаши к причастию очищенным сердцем душой по возможности принести Богу покаяние потому что именно через покаяние через веру с любовью к Господу можно и нужно приобщаться святых христовых тайн тела и крови Христа а тот кто причащается он таинственно соединяется с самим Христом с его причистой плотью в том числе вознесшийся на небеса то событие которое мы сегодня вспоминаем хотим мы стать причастниками свидетелями прямыми участниками вознесения Господа Иисуса Христа если да то мы можем всегда причаститься его тело и крови Христов и причащаясь тело и крови Христовы мы становимся участниками его вознесения его воскресения его смерти и восстания и вместе с теми становимся братьями и сестрами друг к другу единым телом Христовым единой церковью сейчас пока идет таинство святого причащения я хотел бы напомнить вам дорогие братья и сестры уважаемые телезрители и пользователи сети интернет о том что в ближайшее время 10 и 14 июня в архангельской епархии пройдут торжества посвященные 25-летию прославления нашего святого земляка святого праведного Иоанна Кронштадтского как сообщает пресс-служба архангельской митрополии праздничные мероприятия посвященные 25-летию со дня прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского пройдут в Санкт-Петербурге в Кронштадте и в селе Сура Архангельской области с 10 по 14 июня. Патриарх Московский и все Россия Кирилл, а также священнослужители и представители различных общественных и церковных организаций, носящих имя праведного, примут участие в июньских торжествах, носящих название «Благодарная Россия великому пастырю». Среди гостей ожидаются представители детских приютов, школ, гимназий, братств, сестричеств, реабилитационных центров из Австрии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Германии, Индонезии, Ирана, Италии, Канады, Франции, США, Чили и других стран мира. Гости посетят музей-квартиру святого в Кронштадте, будут участвовать в соборном молебне в Никольском морском соборе, а также в миссионерском железнодорожном крестном ходе на родину святого в Суру. Там паломники помолятся на патриаршей праздничной божественной литургии в Иоанновском женском монастыре. Паломников, которые приедут в Поворье на празднование 25-летия канонизации святого Иоанна Кронштадтского, разместят в палаточном лагере. Пункт временного размещения обустроят в селе Сура. Городок оборудуют на бывшей взлетно-посадочной площадке местного аэродрома. Вблизи реки в лагере смогут разместиться до 560 человек, а при необходимости и до 800 человек. Еще около 200 паломников будут иметь возможность жить в зоне для туристических палаток. Эти палатки можно будет привезти с собой или взять на прокат прямо на месте. Предусмотрена и костровая зона, где можно самостоятельно готовить пищу. Сура ждет всех паломников. Напомню, что праздничные мероприятия с участием Патриарха Кирилла пройдут 10-14 июня. 14 июня в Суре состоится Божественная Литургия, которую возглавит предстоятель нашей Церкви, Святейший Патриарх Кирилл. Сейчас мы видим, что Божественная Литургия подходит к своему завершению. Чаша с телом и кровью Христовой торжественно выносится в царских вратах, напоминая о Вознесении Господнем. Всегда, ныне и пресно и во веки веков звучит возглас. Мы видим, на престоле сворачивается святой Антиминс. Антиминс заворачивается в красный плат и Литон сохраняет его. И сверху полагается Евангелие, Слово Божие. Четыре книги Нового Завета, Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, свидетельствующие о самом Христе и его Благой Вести. Звучит Благодарственная Эктинья. Обратите внимание, что Эктинью произносит впервые в своей жизни только что рукоположенный диакон, отец Сергий. Я думаю, все мы, зрители и участники сегодняшнего благослужения, присоединимся к поздравлениям отцу Сергию с хиротони, водиакона и пожелаем им помощи Божией в служении Церкви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Божественная Литургия завершается отпустом, который произносит митрополит Даниил на омвоне храма. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господь пришёл в мир и, видимым образом, родился жил среди людей проповедовал затем пострадал на кресте пригвоздив рукописание грехов наших ран затем Он воскрес и 40 дней являлся апостолом и вот настал день когда Он видимым образом покидает землю. Апостолы возвращаются с Даро-Елеонской с радостью. Вот когда слышишь на Евангелии глазами плотского человека, ветхого человека, то не понимаешь, почему час размучения вызвал радость у апостола, а не скорбь, не слезы, и радость великую мы читаем. А потому что Господь после Своего воскресения открыл апостолов ум разуметь и сани. И они поняли, не только ум, у них сердце возрадовалось. Они знали, что Господь поднимает человеческую природу, не только Свою, а каждого человека, всех нас туда, на небо, а Божество остается здесь, на земле. Я с вами во все дни до скончания века, так говорил Господь. И в каноне Вознесения мы читаем о том, что Господь сажает рядом с Бога Отцом нас с вами, в нашу природу. Святитель Феофал приводит замечательный пример. Бог по своему разумению и милосердию создал этот мир. Он создал его как определенная цепочка. И в этой цепочке главное место занимал человек на небе. Но вот произошел грех. И Адам не спал с неба на землю. И развалилась вот эта структура. Пустота оказалась на главном месте. И вот Господь приходит с неба на землю, принимает человеческую природу, и исцеляет ее, как водами. Все подверглись вот этой инфекции греха. И началась мутация. Так и во Христе исцелилась человеческая природа. И вот Господь на 40-й день и после воскресения возносит эту человеческую природу опять в то место, где был когда-то Адам. Восполняет недостающее, пораженное грехом. Поднимает и ту природу, которая исполнена греха, зависти, злом. Это мы с вами помним с первых страниц Библии. Что произошло? Два брата, конкуренты. Один убивает другого. За что? Что же сделал такого хамик, что ему нужно было убить? Ничего. Но грех рождает зло, ненависть, течение. И не мог Господь такую природу поднять снова наверх. Туда, на небо. Он исцеляет эту природу. Он изгоняет из нее грех. И чистый. А божествленный Он возносит на небо с тем, чтобы здесь, на земле, дать еще один дар человечеству. Духа Святого. И вот апостолы, все это зная от Христа, сопереживая эту радость, что человеческая природа в нем вновь поднимается на небо, и они ждут Духа Святого, возвращаются с радостью и великою, возвращаются в свой град Иерусалим. И с той поры у каждого очень четко выстраивается вот эта цепочка, иерархичность ценностей. Если веком завете человек не знал, что его ждет там, в потустороннем мире, какова цель в настоящей у него жизни, то мы теперь знаем. Цель земной жизни – это подготовка к нашей вечной, настоящей жизни, куда ушел Господь и посадил всех нас. И каждый из нас живет этой мыслью, а точнее должен жить мыслью пришествия Господа. Он поднялся на небо, чтобы вновь, затем своей человеческой природой, Божеством Всегда с нами, чтобы этой человеческой природой прийти еще раз уже в виде судьи. А задача каждого из нас – это дать ответ. Это максимально подготовиться к этому экзамену. Но у них этот экзамен наступает раньше, а у других – позже. Есть два суда. Суд частный, когда человек умирает. И суд страшный. Когда будет второе пришествие, и вот самое главное, чтобы мы в этой нашей жизни не забыли главной цели. А сейчас все вокруг дьявол делает, чтобы мы забыли, для чего человек не способен на эту землю. Это страна изгнаний. Это страна, которой мы предельно отбиваем скорби страдания, поношения. И здесь совершенствуемся духовное. Проходя через эти страдания, мы возрастаем в духовном. И вот самое главное, чтобы мы не забыли главной цели. Не может рабочий копать канаву, не зная для чего. Сколько нужно копать? Есть определенная цель, когда человек начинает работать. Когда он выезжает на машину, когда он уходит из дома. Есть определенная цель. Но если в малом есть цель, то тогда в большом, а какова цель жизни человека? И когда я бываю где-то в школах, в высших учебных заведениях, и задаю этот вопрос, мы вам-то, наверное, провели преподавать. И тогда все, вот так вот машу головой, никто не говорит. Все на машину уезжают. А куда я еду? В Карго? В Новодельск, в Северо-Одельск, или мне в Москву? Или во Владивосток? Куда еду? Вот так же. Для чего человек живет на земле? Для чего он учится, получает образование? Какова последняя его цель? Ради чего все это? Вся эта земная суета? Христианство дает ответ на этот вопрос и всегда давало. Для того, чтобы подготовиться здесь, в вечности. Как подготовиться? Аккумулировать в себе божественную любовь, божественную благодать. Через усилия, через труд побеждает. Превосходя самому себя, хочется сказать все в ответ этому человеку, который нас где-то под голову пошутил над нами. Но когда мы вспоминаем Христа, и что мы христиане, то мы говорим, нет, нельзя. Воздавать воздающим злом за злом это Ветхий Завет. Мы живем в Новом Завете. Мы созданы для Царства Любви. И нужно любовью побеждать все зло здесь на земле. Господи, помоги нам. И тогда Господь приходит в наше сердце. И тогда мы отличаемся христианским. Вот сейчас один из аргументов неоязычества. Они говорят, ничем христиане не отличаются от тех, кто не верит в Бог. А в Евангелии Ваше написано, что Бог есть любовь, и что вы должны идти к любви. Совершенно верно. Мы должны идти к этой любви. Но не сразу человек становится любвеобидным. Не сразу человек, пришедший в спортзал, получает вот эту мышечную массу. Для этого нужно время, усилие. Не сразу, придя в первый класс, становится доктором наук. Вот этот вот мальчик, у него впереди огромный труд над самим собой. Вот так же у нас этот труд. И мы каждый раз, падая в грех, должны вставать и просить у Бога прощения. Вот это христианство. И еще хочу сказать одну мысль, что этот праздник Вознесения показывает отношение Бога к нашему телу. Ведь Бог пришел на эту землю и соединился не с каким-нибудь там полом, ни с птицей, ни с орлом, ни с олевом. Он соединился с одной только природой живой на земле. Это человек. И мало того, он эту природу человеческую возносил туда, к престолу Отца Небесного. Значит, что такое наше тело? Если мы посмотрим на индийские учения, восточные, что тело – это темница души, и поэтому они сжигают тела. Темница должна быть разрушена. Никакого сожаления. А у нас какое отношение? В Новом Завете тело – это храм Бога, храм Друга Святого. А разве мы свои храмы сжигаем? Это ненормальный, кто сжигает храм. Мы, наоборот, их украшаем, и те, которые уменьшают наши деревянные, мы их разбираем с рукой, меняем трех, и вновь храм восстает в этом благолетии. Вот чем и отличаемся. Мы, христиане, от тех, кто восточных людей. Другая вера, другая религия. Вот и плавают эти тела по рекам, будут сожженные, и к ним нет никакого сожаления. Слава Богу, плыви темницы, тюрьма. А мы говорим, это храм. И мы бережно кладем, приносим на место, которое называется кладбище. От слова клад мы хороним землю, дорогой клад, который потом будет воскрешен вдоль секунды. Душа возродит тело, новое совершение. А этому мы воздаем должное воздаяние, потому что это храм. И когда даже храм вынуждены, бывает, сожжать христиане, он совсем сгнил, то вот это вот пепел кладут в землю, где не попирается эта земля ногами. Это святое, святые остатки. Вот так же и человека клад на суд, на кладбище или приносит другое место, которое на ход называется погост, от слова принести, угостить, на время. А затем воскресение мертвых, все восстанут и получат новое тело, такое, как и креста после воскресения, измененное, одухотворенное, неподверженное греху, чтобы там, в раю, не поперебывать. Если человек грешен, как отцы пишут, сейчас поместить снова в рай, он и там будет ругаться, драться, озлобляться. Нужно измениться. Изменяемся мы здесь на земле сердцем первичным. А затем уже у святых даже меняется плоть, тело. оно издает благодать Духа Святого, и мы поклоняемся мощам и получаем помощь. Как это в Москве от Матронушки, огромные очереди, в Петербурге от Симчика и так далее. Я всех поздравляю вас с этим праздником, праздником торжества, торжества человеческого тела, соединенного с Божеством. Дай Бог, что мы и мы благодатью Духа Святого преображались не только внутренне, душевно, сердечно, но и наше тело было граммом Духа Святого. Аминь. С праздником! Словами проповеди митрополита Архангельского и Холмогорского Данила завершается Божественная Литургия в праздник Вознесения Господня. Божественная Литургия проходила в Успенском храме города Архангельска. Разрешите и мне поздравить всех вас, всех православных верующих христиан с этим двенадцатым праздником. Особые слова благодарности разрешите выразить всей творческо-технической группе телеканала ПС за возможность видеть и соучаствовать в данном богослужении. Комментировал трансляцию священник Валерий Суворов, настоятель Воскресенского храма города Северодвинска. Храни вас Господь! Всего вам доброго и до новых встреч!